Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. В сборную России по санному спорту вошли представители Прикамья. Национальная команда готовится к участию в чемпионате Европы и этапе Кубка Мира. Возможность побороться за награды получат Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Александр Перетягин, а также Владислав Южаков и Владимир Прохоров. Все это воспитанник Чечасовской спортшколы. Соревнования пройдут в Сочи с 28 февраля по 1 марта. Тем временем в Германии прошел этап Кубка Международной Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина. На этих стартах проявился опермяк Евгений Климов. В ходе первых двух попыток он показал третий результат, а во втором старте одержал победу. Добавлю, что Климов вошел в состав сборной России, которая отправилась на чемпионат мира. Он в этом году проходит в Швеции. Президент Российской Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью отметил, что ждет от нашего спортсмена хорошего выступления. Евгений выдержал два экзамена и на универсиаде и теперь на этапе Кубка показал уровень прыжков достойный участия в чемпионате мира. «Независимо от решения тренерского штаба, я использую свои полномочия и потребую обязательного включения Климова в заявку на официальную тренировку перед индивидуальными соревнованиями на трамплине К-120». Далее игровые виды спорта. Амкар продолжает готовиться к весенней части чемпионата страны. В Турции пермики провели очередной контрольный матч, в котором переиграли Невчи из Узбекистана со счетом 2-0. По разу отличились Йович и Чикиреев. Есть и трансферная новость из стана красно-черных. За наш клуб будет выступать Богдан Будко. В данный момент права на украинского футболиста принадлежат донецкому шахтеру. До конца сезона этот защитник будет играть в Амкаре на правах аренды. А затем договор предусматривает продление трудовых отношений на новый срок. «Переход наш клуб» Будко прокомментировал официальному сайту клуба. «За российской премьер-лигой постоянно следил. Многие на Украине чаще смотрят в сторону футбольной Европы. Я в этом плане тоже не был исключением. Но оказавшись в России, ни капли не жалею. Здесь тоже сильный футбол». И в завершение хоккея. Молодежка Молота, выступающая в МХЛ, заканчивает регулярный чемпионат. Команда провела два матча в Нижнем Тагиле, где встречалась с местным клубом «Юниор Спутник». В первой игре наши были сильнее 5-2. На следующий день соперник взял реванш со счетом 6-3. Затем Молот переместился в Вежевск. Там он уже провел первый из двух матчей против «Прогресса». Хозяева льда оказались сильнее 4-2. Сейчас пермики занимают шестое место в Восточной конференции. Плей-офф в МХЛ начнется в первых числах марта. На этом у меня все. Продолжайте следить за развитием спортивных событий вместе с телекомпанией «Рефей Пермь». Продолжайте следить за развитием спортивных событий.